Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваш» и очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов. Владимир Николаевич, добрый вечер. Приветствую вас. Владимир Николаевич, поздравляем вас с новым назначением. Да, благодарю. И очень хотелось бы узнать о том, какие планы, какие задачи ставит перед собой новый руководитель ведомства, потому что транспорт и дорожное хозяйство – это одна из самых обсуждаемых тем. Обсуждаемая связана с тем, что с дорогами и с транспортом каждый день каждый житель республики сталкивается. И те вопросы, которые накопились в этом хозяйстве за длительное время, безусловно, нужно разрешать. С одной стороны, за последние 5-6 лет в республике было вложено достаточно большое количество денег в дорожное хозяйство. Видим, на самом деле, что когда сходит снег, все-таки не все дороги уплывают. Есть дороги, которые годами стоят и которые, независимо от погодных условий, находятся в нормальном состоянии. Мы, кстати, недавно выезжали на осмотр проезжей части, проехали по нескольким районам, 7 районов объехали. И сопровождающий меня представитель дорожной отрасли с гордостью показал один участок дороги, который был построен в 2003 году, который с тех пор ни разу не потребовал ремонта и до сих пор остается без трещинки, без ямки. — Скажите, где такой волшебный участок? — Это участок дороги полтора километра от Ибрейс в сторону Алатаря. На самом деле там дорога достаточно сложная, многие участки полностью разбиты. Но вот этот участок отремонтирован в 2003 году, он стоит до сих пор. Это говорит о чем? О том, что если соблюдать технологии, если сделать нормальный проект и соблюдать потом технологии производства, то дороги и даже в нашей сложной климатической обстановке стоят хорошо. И вот в связи с этим в этом году значительные средства в бюджете выделены на дорожное хозяйство. Такая сумма не выделялась, наверное, больше 7-8 лет. Единовременно в этом году в бюджете предусмотрено на республику 5 миллиардов рублей. Я думаю, что эту цифру уже многие знают, эта цифра везде фигурировала. Но откуда эта сумма берется? Это, безусловно, те налоги, которые оплачиваются как транспортный налог, потом акцизы на нефтепродукты, плюс, безусловно, серьезная поддержка федерального центра, с которым очень хороший, замечательный диалог налажен, ну и плюс бюджеты муниципальные и региональный наш бюджет. Владимир Николаевич, как руководитель, новый руководитель ведомства, вы, безусловно, познакомились с ситуацией в отрасли. Какие, может быть, задачи, которые требуют первоочередного решения, вы для себя определили? Какие приоритеты расставили? То есть, с чего предполагаете начать? Ну, два вопроса. Во-первых, вопрос касается как дорог, как в названии министерства, да, так и транспортного хозяйства. Что касается дорог, то в этом году необходимо за сезон летний, не уходя в зиму, системно освоить те средства, которые выделены на дорожное строительство по нескольким направлениям проектов. Это касается и безопасных, качественных дорог, это касается, и придворовых территорий, это касается, и сельских дорог. Вот это первое направление, на которое мы серьезное внимание уделяем, для того, чтобы своевременно определить подрядчиков, своевременно, чтобы в мае месяце или даже, может быть, в апреле они приступили к работам. То есть, как позволит погода. Какой объем определен на этот год? На этот год всего в бюджете республики предусмотрено 5 миллиардов 100 с лишним миллионов на, в целом, дорожное хозяйство. Из них 1 миллиард 200 – это на проект «Безопасные качественные дороги». Это федеральный проект, на который федеральное правительство выделило 650 миллионов, вторая часть – это из республиканского бюджета, из местных бюджетов. И этот проект призван в целом сделать движение на наших магистралях безопасным и уменьшить до минимума число пострадавших на дорогах. И, на самом деле, в прошлом году, по результатам, по итогам прошлого года, по данным ГИБДД, количество погибших на дорогах сравнялось с числом погибших в 1969 году. Вы представляете, какое было… Уменьшилось. Уменьшилось, резко уменьшилось, да. Несмотря на то, что количество автомобилей ежегодно растет, но, тем не менее, с радостью надо сказать, что число дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с смертельным исходом, падает. Это связано со многими факторами, в том числе обустройством в городах светофорных объектов современных, с тем, что устанавливается в определенных местах ограждения. Ну, и я думаю, что это связано, в том числе, и с ростом культуры самих пешеходов, которые являются участниками движения, и водителей, которые являются самыми активными участниками движения. Но с техническим состоянием это тоже все-таки связано, не в последнюю очередь. Какие именно, каким дорогам будет отдано предпочтение? Федерального значения, республиканского, муниципального? Вы знаете, на самом деле, в программах разных уделено внимание на все направления. Потому что есть осознание, что от качества дорог, как на федеральном уровне, на республиканском уровне, так и на местном уровне, зависит просто и самочувствие людей, и самочувствие граждан, безусловно. Я несколько недель назад был как раз на подведении итогов в Росавтодоре в Москве. И по их данным, сейчас федеральные трассы на 70% соответствуют нормативам. А до 2019 года будет сделано так, чтобы 100% федеральных трасс соответствовали нормативам. Но что касается региональных и муниципальных дорог, это процент 30-35. И это тоже самое касается Чувашской республики. И вот этот процент необходимо поднимать, чтобы больше дорог соответствовало. И у нас в этом году деньги выделены как на ремонт и реконструкцию республиканских дорог, так и значительные суммы выделены на строительство дорог в муниципалитетах, в том числе в сельских поселениях и в деревнях. Владимир Николаевич, ямочный ремонт – технология, которую сейчас все ругают, но в то же время все прекрасно понимают, что без этого мы пока обойтись не можем. Ну вот почему все-таки столько нареканий вызывает именно эта технология? Почему мы никак не можем получить на выходе то, что нам хотелось бы? И каким образом будет контролироваться качество ремонта? Смотрите, ямочный ремонт – это необходимая работа, которая входит в содержание дорог. И без этого мы никуда не уйдем. От этого никуда не уйдем. Но если соблюдать правила проведения ямочного ремонта, то в таком случае вот эти работы, они будут стоять долго. Мы вот тоже, когда выезжали с проверкой, увидели, что технологии проведения ямочного ремонта резко нарушаются. Используется не тот битум, не так заливается там дно, там яма, не так яма обрабатывается, не так обрабатываются края там. Ну, много было, много нарушений, в том числе используется не того качества асфальт. Вот. С этим, безусловно, надо… с этим мириться мы не будем. Будем… идут постоянные проверки состояния того, как, во-первых, дорожное полотно содержится, во-вторых, как оно ремонтируется. И я думаю, что это даст результат. И самое интересное, что сотрудники ГБДД постоянно выезжают на трассу, и в случае выявления каких-то… Нарушения технологий? Даже нет, не нарушения технологий больше, а больше ямочности какой-то. Они выписывают предписание той эксплуатирующей организации, с которой заключен договор. Это такой немаловажный момент. Если организация вовремя не устранила неполадки, то выписываются штрафы достаточно серьезные. И поэтому наши подрядчики, которые выиграли содержание дорог и ремонт дорог, они стараются своевременно все-таки провести ямочный ремонт. Мы даем посыл, что все ямочные работы по исходу весны должны быть завершены к 20 мая. То есть 20 мая – это тот рубеж, к которому все дороги к лету должны быть приведены в нормативное состояние. Ну вот если говорить еще о контроле за качеством работы, это касается не только ямочного ремонта, но и вообще всех видов работ. Вот были прецеденты, когда подрядчиков заставляли переделать плохо выполненную работу. В этом году вы собираетесь каким-то образом ужесточить требования, ужесточить правила, может быть, сделать контроль более жестким? Вы знаете… Подключить к этому общественные организации. Да, кстати, общественные организации играют очень серьезную роль, сейчас вот проект общественной палаты и общероссийского народного фронта очень серьезную роль играют в выявлении тех проблем при проведении дорожных работ. Что касается систематического контроля, безусловно, он будет. И вот как и в прошлые годы, так и в этом году, если капитальный ремонт или реконструкция дорожного полотна будет сделана не по регламенту, если будут какие-то нарушены требования, то, безусловно, такие работы не оплачиваются. И хочу обратить особое внимание на то, что у нас с вами есть гарантийные сроки, которые там 4-5 лет. И на самом деле предпринимателям, которые занимаются дорожными, ремонтными работами или там реконструкцией, им невыгодно делать плохо. Почему? Потому что им на следующий год, в противном случае, придется переделывать или там осуществлять гарантийный ремонт. А второй раз приходить на одно и то же место нет смысла. И поэтому все-таки, я думаю, что можно обратить внимание на новых участках, где заново положен асфальт, все-таки качество там значительно выше, чем было раньше. Так каким образом могут подключиться автомобилисты, пешеходы к этой работе, контролю за качеством? Ну, мы получаем большое количество звонков и в приемную, в министерство, и в Чуваш-Упор-Дор идут звонки, непосредственно, которые касаются состояния дорожного покрытия. Любые звонки, безусловно, будут нам под спорьем в работе. Технических средств в Вашем арсенале достаточно для того, чтобы оценить качество работы? В Чуваш-Упор-Доре есть хорошая лаборатория, которая обладает всем необходимым оборудованием. И здесь, думаю, что оценивать качество выполненных работ с их оборудованием будет вполне сносно и возможно. Мы сейчас с Вами говорили о дорогах республиканского, федерального значения. Но, кроме этого, есть еще и дворовые территории, есть внутриквартальные проезды. Что предполагается в этом направлении? Точнее говоря, в каком количестве заложено средства на эту... Вот смотрите, на ремонт внутридворовых территорий заложено 70 миллионов рублей. Плюс это только в республиканском бюджете. Плюс будут выделены дополнительные средства в муниципалитетах. И к этому еще надо добавить 100 миллионов рублей на строительство дорог в муниципалитетах. Это не на нерегиональных дорогах, на местных дорогах. То есть, в совокупности, это движение к тому, чтобы в нормативное состояние в целом дорожную сеть привести. Ну, кстати, не уходя далеко о нормативном состоянии дорожной сети в муниципалитетах, но в Чебоксарске, как мы совершенно с огромным удивлением узнали, дороги ремонтируют битым кирпичом. Это даже не заливка битым и жидким асфальтом. Ну, это история, которая уже 2-3 года подряд продолжается, к сожалению, в Новочебоксарске весной. Мы выясняли вот сейчас эту историю, эту тему. И оказалось, что на данный момент не определена Новочебоксарскам та организация, которая должна заниматься ремонтом проезжей части. Я так предполагаю, как министр, как новый министр, что вот эти торги должны были пройти еще в январе месяце. К сожалению, до сих пор эти торги в Новочебоксарске не проведены. Что нельзя сказать про Чебоксары. Чебоксары, допустим, мы видим, что идет систематическая, такая системная работа по поддержанию в нормальном состоянии дорожного покрытия в Новочебоксарске. К сожалению, пока эти торги не прошли. Но я думаю, что в будущем, на следующий год они все-таки это учтут, эти моменты. И уже заранее, до начала года будет известен подрядчик. Что-то интересный вопрос, если подрядчик не определен вообще, кто что-то кирпично засыпает. Ну, кирпично засыпают, я думаю, те организации, которые занимаются содержанием, просто которые там чистят, их, я думаю, что обязуют дополнительно произвести эти работы. Ну, давайте еще немного поговорим о столице Чувашия. Реконструкция Московского моста. Как там продвигаются работы, достаточно ли средств и будут ли соблюдены сроки? По реконструкции Московского моста общая стоимость работ составляет полтора, чуть больше полутора миллиардов рублей. На данный момент финансирование идет системное, и к августу, ко дню города строители обещают, что первая очередь моста вступит в строй. То есть мы увидим уже к августу месяцу готовое мостовое перекрытие, и по новому мосту начнется движение. Что касается в целом окончания проекта, он должен завершиться в декабре 2018 года. И в связи с тем, что сейчас идет системное финансирование, я думаю, что если передвижка будет, то небольшая, на 2-3 месяца, не больше. И в этом году мы, вот, наше министерство вместе с городом Чебоксары защищали этот проект по финансированию из федерального бюджета. И из федерального бюджета на финансирование будет выделено 350 миллионов рублей. И плюс общая финансирование составит 450. То есть 100 миллионов это будет из республиканского и из местного бюджета. Владимир Николаевич, с дорожным хозяйством все более или менее понятно. Ну, насколько мы смогли затронуть ту часть вопросов в масштабах нашей передачи. Что будет происходить в системе транспорта? Пока ситуация сложная. Что касается самых крупных наших пассажирских перевозчиков, в частности, Чуваш Автотранс, финансовые трудности, долгов накоплено больше, чем предостаточно. Вы затронули вопрос относительно сложности в транспортном хозяйстве. Но я бы так сказал, что в целом обслуживание населения по перевозке, оно поставлено у нас на хорошую основу. Это связано с тем, что по основным маршрутам ездят частные перевозчики и они функцию транспортную на 100% выполняют. У нас, кстати, наверное, один из городов по перевозке федерального округа, в котором доехать с точки А в точку Б в достаточно комфортных условиях можно за разумные деньги и за короткий промежуток времени. Я думаю, что с этой функцией справляется транспортная наша система. Что касается Чуваш Автотранса, этого системного перевозчика, который потихоньку, безусловно, выдавливался с рынка в течение последних 20 лет. Помните, наверное, что в свое время Чебоксарское троллейбусное управление и производственно-автотранспортное предприятие в тех или иных муниципалитетах играли 100% роль. И частников практически не было. Теперь частники на самых основных прибыльных маршрутах заняли ниши эти. И поэтому предприятиям очень сложно сейчас дышаться. И как троллейбусному предприятию Чебоксара и Новочебоксарскому, так и Чуваш Трансу. Но здесь проблема все-таки больше в менеджменте. Здесь проблема в том, что руководство предприятий своевременно не сокращало издержки, не сокращало какие-то моменты, которые сейчас предприятие топят. Но могу сказать, что на данный момент выручка, которую собирает Чуваш Транс, практически равна той сумме заработной платы, которую они должны в день выплачивать. То есть ни на бензин, ни на что остальное у предприятий денег не хватает. Поэтому такая проблема. И задача нового руководства, которое предприятие Чуваш Транс, это привести в нормальное состояние финансово-хозяйственную деятельность. Чтобы от текущей деятельности хватало денег и на зарплату, и на текущие какие-то другие нужды, и на обновление подвижного состава. Безусловно, говорить это может быть легко, но новому руководству необходимо это будет сделать. Но я как министр транспорта хочу обратить внимание, что вижу необходимость сохранения государственного предприятия по перевозкам. Чтобы оно было конкурентом, частным перевозчиком. Конкуренция вообще замечательная. Чем выше конкуренция, тем выше качество обслуживания. Я думаю, что в этой конкурентной борьбе как раз должны работать два направления. И частное, и государственное. Владимир Николаевич, с издержками все понятно. У участников и у государственных предприятий, безусловно, они разные. Тем более, допустим, у такого масштабного, у такого, в общем-то, гигантского предприятия, как Чуваш Автотранс. Но частные предприятия, в отличие от государственных, не несут социальной нагрузки, которая возложена на, допустим, тот же самый Чуваш Автотранс по перевозке льготников. Вы знаете, в этом году, во-первых... Ведь об этом в первую очередь заходит речь, когда начинают разбираться причины. В прошлые годы, да, на самом деле, на Чуваш Автотранс и на троллейбусное управление была возложена функция перевозки льготников. Но в этом году, как таковая, такой льготный проезд был отменен. И теперь непосредственно те, кто имел право получать льготы, получают компенсацию в размере 150 рублей в месяц на эти нужды. И говорить о том, что предприятие дышит плохо по той причине, что они перевозят льготников, в этом году невозможно. По той причине, что вся выручка, которая приходит, то есть все пассажиры, которые ездят на транспортных средствах, они оплачивают полностью свой проезд. То есть теперь все будут в равных условиях, и частники, и государственные предприятия. А вот ситуация с дифференцированной оплатой проезда, когда у нас есть безналичный расчет, есть оплата наличными, и при безналичной оплате билеты стоят достаточно ощутимо дешевле. Ну, от рубля и больше разницы, да. Ощутимо дешевле, заметно дешевле. Так вот, очень многие перевозчики выражали опасения в самом начале о том, что их прибыль резко упадет, потому что все перейдут на безналичную оплату и будут платить минимальную сумму. Что сейчас происходит? То есть оправдываются ли их опасения? Или пока рано говорится? Отличительная часть и частных перевозчиков, в том числе, перешли на электронную систему оплаты. Это, во-первых, позволяет хозяевам контролировать финансовые потоки очень четко. Во-вторых, мы уходим от наличной оплаты, тоже дополнительные трудности для пересчета налички. И, соответственно, мы приходим к новой системе взаимоотношений. К примеру, как вот в Москве такая система, наверное, уже работает больше восьми лет, и она очень себя хорошо показала. Мы видим, например, у Чувашевтранса того же самого, сейчас около 30% идет безналичная оплата вот этими карточками. И, представляете, идет рост оборота компании. Несмотря на то, что у компании достаточно серьезная сейчас финансовая проблема, но финансово-хозяйственная деятельность показывает, что в связи с переходом на электронную систему идет рост выручки. Скажем так, финансово-хозяйственная деятельность оживилась. Оживилась, да. Поэтому мы, думаю, что потихоньку перейдем практически на 100% оплату. И вот эта разница, которая сейчас есть, это, безусловно, такой небольшой пряник, который подталкивает большинство граждан переходить на электронную систему. То есть это, возможно, временный какой-то бонус для того, чтобы сделать так, чтобы большинство ездили по электронным системам. Единственное, честно говоря, я не могу удержаться, чтобы не поделиться своими наблюдениями. В маршрутках несколько раз уже видела, при оплате электронной транспортной карты, разумеется, чек-билет. Он выходит автоматически из терминала. При оплате наличными водители далеко не всегда дают билет пассажиру. Ну, смотрите, если это государственная организация, это, конечно, большая проблема. Нет, это в маршрутках было. Если в маршрутках, то фактически, на самом деле, это особой роли не играет, если даже вам чек не выдали. Конечно, чек выдать обязаны. Но здесь такова ситуация, что с точки зрения налогообложения, они, как правило, эти предприниматели находятся на едином налоге на уменьшенный доход, что они платят независимо от оборота. Но в любом случае вам выдать чек в транспортном средстве обязаны. То есть это уже проблемы хозяина, получается, да? Владимир Николаевич, на сегодня те вопросы, которые мы наметили с вами обсудить, они исчерпаны. Я думаю, что мы еще не раз в течение года будем возвращаться к этой теме. И мы с удовольствием будем вам рассказывать, как те планы, которые мы сегодня вам презентовали, они будут реализовываться в течение всего лета и до осени. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание, дорогие телезрители. И мы обязательно встретимся с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Владимиром Ивановым в нашей студии. Всего доброго. До свидания.